Друзья, приветствую вас на канале Словения Скальга Уайт. Не так давно на моем канале вышло видео под названием «Словения не рай. Не переезжай, пока не узнаешь». И это видео получило очень большой отклик от зрителей. Некоторые зрители почему-то подумали, что я специально это видео записываю, чтобы в Словению не ехали украинцы. И стали называть меня русской пропагандистской. Другие люди, наоборот, подумали, что я не хочу, чтобы сюда переезжали русские. И стали тоже меня обвинять в русофобии. Якобы сама переехала и не хочет, чтобы мы тоже переехали. Третьи люди стали мне писать, почему же ты там так мучаешься, почему же тебе там так плохо, и ты продолжаешь там жить. И только четвертые правильно поняли посыл моего видео. А посыл был в том, что я поделилась трудностями, с которыми столкнулись лично мы. Я поделилась нашим опытом и трудностями, которые в основном остались у нас уже позади. И это видео должно было послужить помощью для переезда, чтобы люди не ехали в страну в розовых очках, чтобы они трезво оценивали свои шансы и возможности. Сегодня же я хочу поделиться, чем же Словения так притягательна, почему мы выбираем именно Словению. Наверное, первым пунктом я всё-таки поставлю менталитет и людей. Словенский менталитет очень близок нам, русскоязычным людям. Мы очень понятны друг другу. Если углубиться даже в славянские какие-то сказки, народные приметы, очень много всего схожего. То есть славянский народ очень похож и нет никакой загадочной славянской души. То есть русскому человеку очень понятен славенец. Чувство юмора, стиль жизни, всё очень похоже. То есть ты попадаешь, в принципе, в понятную тебе среду. Вот даже если представить себе, что мы бы выбрали, например, Италию или Испанию, или ту же Францию, эти люди мне не близки. Мне очень нравится путешествовать в Италию, приезжать в Италию, но мне не близок их темперамент и не близок вообще менталитет и образ жизни. А славяния очень понятна и очень такая своя страна, свои люди, которые тебя понимают. Вот это бы я поставила на первое место. Вторым пунктом всё-таки я отмечу, что для меня важно. Для меня важна свобода слова. То есть ты можешь открыто выражать своё мнение, и тебе за это абсолютно ничего не будет. Естественно, есть законы. Если ты законы не нарушаешь, то ты свободно можешь абсолютно в рамках приличия выражать своё мнение. Ты можешь ругать власть, ты можешь ругать оппозицию и называть вещи своими именами. И никто тебе ничего за это не сделает. И сюда же в этот пункт хочу добавить то, что здесь не боишься полицейских. Чувствуешь себя в безопасности не только потому, что страна безопасная, но и чувствуешь себя защищённым, когда видишь полицейского на улице. То есть ты не опасаешься, что с тебя начнут вымогать какие-то деньги, проверять на ровном месте документы. То есть полицейские очень приятного вида и абсолютно не вызывают чувство беспокойства. Раз мы уже затронули свободу слова и полицию, третьим пунктом добавлю, что для меня важно чувство безопасности. Вечером я не боюсь пойти в магазин одна, я не боюсь ходить вечером по тёмным улицам, я не боюсь отпускать детей одних в школу, не боюсь отпускать детей гулять на улице. Очень здесь чувствуешь себя в безопасности. И это чувство мне нравится, я уже к нему привыкла. И с моим тревожным характером это очень-очень важно. Потому что в России было очень страшно. Уже там после девяти, после десяти вечера уже было страшно идти, например, в магазин. Или страшно было идти пешком от метро домой. Было настолько тревожно, что в последний год у меня в России начались панические атаки. А в Словении, конечно, чувствуешь себя как бы очень комфортно, очень спокойно. И, кстати, вот этому спокойствию также способствует то, что Словения маленькая, тихая страна. Здесь нету трамваев, здесь нету троллейбусов, здесь нет метро, здесь нет такой, знаете, дополнительной суеты. И мне это очень нравится и очень подходит. Дальше хочу отметить медицину. Да, конечно, в Словении есть проблемы в медицине. Но нет такой страны, где бы не было абсолютно никаких проблем в медицине. В любой стране Европы есть проблемы в медицине. И в России, естественно, огромные проблемы в медицине. Но какие плюсы в медицине вижу я. А плюсы очевидные. Скорая помощь очень быстро приезжает на вызов. То есть нету такого, чтобы тебе пришлось скорую помощь ждать и полчаса, и 40 минут, и час. Здесь это просто невозможно. Здесь скорая помощь приезжает в считанные минуты. И если даже на улице в час пик, и хотя даже если час пик, то всегда автомобили на дорогах образуют решивальный паз, в переводе это означает такую спасательную дорогу специально для спецслужб, в том числе для скорой помощи. Они вот так вот расступаются и посередине оставляют место для скорой помощи. Но все равно, если дело очень-очень срочное, то есть мотоциклы скорой помощи. И они еще быстрее доезжают, чем обычная машина, чем обычная карета скорой помощи. То есть может такой мотоциклист доехать очень-очень быстро, оказать прям первую помощь потерпевшему на месте, и там уже дождаться карету скорой помощи. Вот это огромный плюс. Также огромный плюс, что здесь лечат и детей, и взрослых от разных тяжелых болезней. И реально лечат по страховке, по обычной медицинской страховке. Например, у одной моей подруги ребенок болеет тяжелым генетическим заболеванием. И в России, она говорит сама, что вообще бы не лечили, просто бы закрыли на это глаза. А денег собрать на эти лекарства в России было бы практически невозможно, потому что болезнь, в принципе, не смертельная, но неприятная. А в Словении ребенка лечат уже несколько лет. И одна такая ампула стоит тысячу евро. А лечат ребенка уже два или три года. И колят ежедневно эти уколы. И вот это, конечно, мне очень нравится, что каждый житель Словении важен для страны. Каждая жизнь дорога. Причем этого ребенка лечат, а он еще не является даже гражданином Словении. А когда начали это лечение, у него даже еще не было ПМЖ. То есть его начали лечить еще тогда, когда у него только был временный вид на жительство. Следующим пунктом, конечно же, хочу отметить экологию. Экология очень хорошая. Мы живем в Любляне, в столице Словении. И все равно я считаю здесь очень чистый воздух. По крайней мере, в моем районе так точно. Очень много парков, очень много деревьев. И очень свежий, хороший воздух. И вообще Словения очень чистая, экологичная страна. И вода чистая, и течет чистая, абсолютно хорошая вода прямо из крана. Правда, в последнее время мы стали пользоваться фильтром, для того, чтобы ее смягчить. Она по своей структуре очень жесткая. И чтобы было меньше камня, мы просто стали использовать фильтр-кувши для смягчения воды. Здесь сортируют мусор. Здесь следят за тем, чтобы пластик был отдельно, чтобы пищевые отходы были отдельные. Здесь очень хороший современный мусорный завод. То есть страна очень заботится о своей экологии. И все думают, и пытаются все больше и больше улучшить свою экологию. Стараются внедрять больше солнечных батарей, чтобы добывать безопасную энергию. Не могу, конечно, не затронуть тему отношения к детям. В Словении прекрасное отношение к детям. Дети вообще забыли, или мои, например, уже вообще не помнят, что их могут как-то тюкать, как-то грубо делать замечания. Учителя очень тактичные. Дети чувствуют себя свободно. Их не сравнивают друг с другом. Нет такого, что ты двоечник, ты троечник или отличник. И мне нравится здесь система образования. Система образования очень хорошая. Мне нравится, как здесь проходят тестирования. Какие здесь учебники мне нравятся. Потому что учебники идут именно по возрасту для ребенка. Чтобы он самостоятельно мог освоить материал. Чтобы он самостоятельно мог дома повторить пройденный материал. И самостоятельно подготовиться к тестам. Хотя, конечно, я все равно помогаю своему ребенку подготавливаться к тестированию. Но ему достаточно прочитать самому материал. И просто, например, мне ответить на какие-то вопросы. То есть мне не нужно самой как-то там понимать этот материал. Как я знаю в России, что очень сложно написан материал. И дети, например, не могут его сами понять. Здесь такого нет. Здесь с каждым классом, естественно, учебники становятся все сложнее и сложнее. Но это все постепенно в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. И, конечно же, не могу сказать о том, какая прекрасная страна Словения. Здесь есть и Альпы, и прекрасные озера. Здесь есть море. Здесь очень красивая природа. И мне нравится, что здесь ярко выражено каждое время года в отдельности. То есть осень это осень, она яркая, красные листья, очень красиво. Зима здесь есть, снег, здесь можно покататься на санках, на лыжах. Весной здесь невероятно красивое цветение. Здесь и магнолии, и сакуры, и сирень, и невероятное изобилие цветов. Здесь жаркое, теплое лето. То есть очень-очень прекрасная, хорошая, невероятная природа. И еще хочу добавить, что в Словении отличное месторасположение. Словения граничит с прекрасными соседями. Словения граничит с Италией, с Австрией, с Венгрией, с Хорватией. И путешествовать можно, даже не летая на самолете. Все очень рядом. Захотелось, сел на машину, и в течение часа ты уже в Италии или в Хорватии. Чуть подальше Австрия и Венгрия. Да, добавлю, что еще Словения это фермерская страна. И здесь очень много фермерских качественных натуральных продуктов. Для многих людей это очень важно. Ну, для нас тоже важно. Конечно, важно, что ты ешь, что ты пьешь. И продукты, и сами славянские блюда очень схожи с русскими блюдами. То есть еда такая для нас понятная. И, конечно же, наверное, в конце все-таки еще добавлю, что здесь очень-то прожелательные люди. Очень культурные и допрожелательные. Здесь очень редко вы столкнетесь с каким-либо хамством. Всегда славянцы стараются решать любые конфликты мирным путем. И даже когда ты ходишь в какие-то бюрократические инстанции, там, в нашу иноту мы ходим продлевать визы, или еще по каким-либо делам мы сталкиваемся с чиновниками, то вы здесь не встретите такого, знаете, простого русского хамства. Вы не встретите. Здесь люди будут общаться с вами достаточно тактично. В той же поликлинике или, например, в полицию вы обратитесь за какой-либо просьбой или за решением какой-либо проблемы, то везде, в принципе, будет все очень тактично и культурно. Но, конечно, друзья, не нужно вообще любой пункт принимать буквально. В любом пункте есть какие-то свои исключения. И действительно нету рая на земле. Меня удивило, почему люди так прям восприняли жестко вот это название. На самом деле рая нет нигде. И в любом плюсе всегда могут быть исключения. Там все равно человек может столкнуться и с хамством, или еще с чем-то. Везде, везде. Еще очень многое зависит от того, как вы сами себя ведете, как вы стремитесь быстрее адаптироваться в новой стране. Если вы сами доброжелательны, культурны и стараетесь быть вежливым, то, скорее всего, очень мало шансов встретить какую-то недоброжелательность в свою сторону. Но в конце еще могу добавить, что в Словении достаточно очень хорошей дороги, по которым приятно путешествовать. Друзья, надеюсь, мое видео было для вас полезным. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и до новых встреч. Пока-пока.